И напоследок к московским новостям. Около двух сотен рассерженных дворников осадили сегодня администрацию района Сокольники. Вместе с ними свое возмещение пришли выразить сварщики, асфальтоукладчики, уборщицы и другие работники местного ГБУ-жилищник. Владимир Роменский о том, почему же решили взбунтоваться те, кто должен убирать дворы и благоустраивать улицы этого района Москвы. Почему народ работает за копейки? Почему все люди работают за копейки? Они карманы полные, а нам во! По ходу на администрацию работники ГБУ-жилищник готовятся подальше от глаз начальства. Около Егерского пруда в Сокольниках собираются недовольные тем, что с недавнего времени им стали значительно меньше платить. Говорят, что произошло это после смены руководства жилищника. Я не знаю, что они будут дальше. Вот смотри, сколько народ здесь. Сколько народ. Я не знаю, что будет они дальше. Или бы ее снять, убрать это начальство, поставить другой. И другой что-то будет. Потому что такое не пойдет. Состав протестующих самый разный. Здесь и дворники киргизы, уборщицы из Узбекистана, автоукладчики таджики и белорусы. Есть и жители Сокольников, работающие плотниками и сантехниками. В стране инфляция. Зарплата вместо того, чтобы хоть как-то расти, очень как-то странно уходит вниз. Странно нещаем. Да, странно как-то нещаем. Как это беднее мы становимся. За свой счет инструмент, за свой счет материалы. После Нового года выплаты сильно сократили. Премии люди получать перестали. Их оставили только с одной зарплатой. Теперь у некоторых вместо прежних 30 тысяч рублей выходит только 17. Работать приходится без выходных. Уборщицы заставляют заниматься капремонтом. Отдельно за это не доплачивают. Выходных не дают. Зарплата никакой копейка не оплачивает. И плюс заставляют убрать другой капиталку. Отправляют нас. Там будем работать. Именно субботу, воскресенье обязательно нас отправляют туда. Дворники, дорожные рабочие, а также другие сотрудники жилищника уже пытались добиться ответов от руководства ГБУ на прошлой неделе. Тогда начальство не смогло их принять. В этот раз они заручились поддержкой муниципального депутата, но исполняющего обязанности руководителя Лиича с новой. Снова нет на месте. Отвечать за нее приходится заместителю по экономике. Мы месяц зарплату получаем 17 тысяч, 13 тысяч. Почему так? Потому что вы, каждый из вас, получать трансмиссию. Мы уже такие озверели, что я не знаю, что сказать вам. У нас на самом деле низкая зарплата. Почему я в том году не виновата? Меня виноват. Горникам не заставляют утрамвовать мусор? Да. Заставляют утрамвовать мусор. Даже в общежитии не заселяют людей. Подают наш начальник участка у нас, Рожков Сергей. Подают списки, что вот таких людей надо заселить. Вы же не заселяете даже этих людей. Живут в подвале. Я даю вам слово, что мы постараемся осуществить выплаты, хотя бы насколько это возможно. Получив только обещание о том, что платить за работу будут больше, группа в оранжевых и зеленых жилетках направляется двумя этажами выше. Главе администрации района. Но он тоже отсутствует. А кто у вас заместителей на месте, чтобы нам ответили на вопрос? Нет никого. Никого нету. Это постоянно так. Как только приходят депутанты, жители приходят, все они разбегаются. Они все разбегаются. Я уверена, что он сидит в кабинете. Вас спрашивают. В пятницу приходило 200 человек. Я не видела никого. Как это вы не видели? Как это? У вас 200 человек? Вы 200 человек не заметили? Этажом ниже находится прокуратура. Это следующий пункт в списке протестующих. Уважаемые граждане, вы обратились к депутату с заявлением, я так понимаю, да? В устной форме. В устной форме, да? Да. Вы готовы написать заявление в прокуратуру? Да. Пожалуйста. Договорившись завтра подать заявление со всеми необходимыми документами, толпа выходит на улицу. Многие из дворников уже разошлись. Опасаются, что за их протест их могут уволить. Вот сейчас рабочие сказали, что проходила секретарь, у которой мы были с вами на пятом этаже, проходила мимо рабочих и сказала, завтра вы все будете уволены. Вот ее слова. Вот это секретарь, которая ничего не знала, и при вас она говорила, что она ничего не знает. Но теперь дворники объединились и очень надеются, что пожертвовать ими всеми руководство жилищника не осмелится. И, наконец, ответят, почему у ГБУ больше нет возможности платить, как прежде. Все боятся наши. Вот поэтому только группой будем писать и подписывать будем. Больше ничего не сможем. Таковы были итоги этого понедельника. Их подвела для вас я, Дарья Полагаева и команда «Дождя». После новостей смотрите программу «Трудно быть с Богом» и, конечно же, оставайтесь на «Дожде». Субтитры сделал DimaTorzok